Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизогладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Вовсе не морозное утро 19 декабря, до нового 2020 года осталось чуть больше 10 дней, и на деревьях у нас, кажется, распускаются листья, во дворах зеленеет трава. А к нам в гости пришли Максим Ильяхов и Людмила Сарычева с книгой «Пиши, сокращай». Как создавать сильный текст копирайтерам, дизайнерам, журналистам, менеджерам и всем, кто пишет по работе. Максим Ильяхов и Людмила Сарычева оба жесткие в хорошем смысле практики. Один выпустил очень известный в узких кругах копирайтеров сервис проверки читаемости и чистоты текстов главред и запускал «Тинькофф журнал», одно, наверное, из лучших корпоративных медиа, которое я встречал в своей жизни. А Людмила запускала издание для предпринимателей «Дело Модульбанка». Вместе они делали курсы главреда, вместе писали книги. Вначале было «Пиши, сокращай», которое мы сегодня попробуем разобрать, а потом, буквально вот в этом году, они издали книгу «Новые правила деловой переписки», до которой мы тоже еще обязательно доберемся. «Пиши, сокращай» было издано в 2018, хотя у меня есть стойкое ощущение, что я читал его еще в 2017 году, вернее, начинал читать и не сразу смог закончить, потому что вначале эта книга вызвала у меня достаточно противоречивое чувство. «Пиши, сокращай» книга с заголовком «Пиши, сокращай» не уместилась на 400 страниц, она там почти 450 страниц занимает. В этом есть какая-то насмешка над теми, кто ее писал и над тем, кто ее сейчас читает. Но потом ты втягиваешься и понимаешь, что эта книга не про текст, что в простой и емкой фразе, вынесенной в заголовок, заложена целая философия. И вообще, не побоюсь сказать, что способ ведения дел и организации пространства вокруг себя. Книга реально напичкана практическими примерами, Ильяхов очень славится такими приемчиками, и большим количеством второстепенных правил, которые иллюстрируют несколько основных. Поэтому был велик соблазн разбить обзор на несколько выпусков, но формат есть формат, какой бы ни была книга, фактов будет 10, а задачи будет 3. «Пиши, сокращай» будет не лишней, как книга будет не лишней для всех, кто работает с текстом регулярно и при этом думает, что он и так все это знает, и ничего нового тут нет, эко невидаль, просто предложение покороче делай, и все. Давайте попробуем разобраться. Значит, все базируется на правдивой информации. Ильяхов говорит, что людям свойственно приукрашать, и он, в общем-то, тут не врет. Мы часто хотим казаться лучше, чем есть, и отлично это видно по тому, как мы пишем резюме. Мы, как соискатели, нередко прибегаем к уловкам для создания правильного впечатления. И, в общем-то, этими же примерами пользуемся и в рекламных статьях, или когда переписываемся по почте с кем-нибудь. В общем, писать нужно правду, потому что читатель инстинктивно ощущает ложь. Если речь идет о достоинствах компании или организации, то указывайте сильные стороны и моменты, в которых фирма по-настоящему компетентна, а не подбирайте эффектные слова для сокрытия правды. Это самая большая ошибка. Да, вам нужно будет выстроить эмоциональную связь между текстом и тем, кто его читает. Но это будет происходить, во-первых, на следующем этапе, а во-вторых, базисом для всего этого всегда должны быть в тексте только правда и только его смысл. Потому что смысловая нагрузка, она как раз и отражена в емкой короткой фразе про то, что суть важнее формы. По крайней мере, на том этапе, когда вы только начинаете создавать скелет своего текста, и вокруг которого вы потом нарастите мясо. Сложная речь с витиеватыми оборотами, она, как правило, подходит для художественных произведений. А новички, и часто вот это такая странная история, и новички, и профессионалы часто страдают от излишней любви к словам. Первые для того, чтобы показаться гораздо более профессиональными, а вторые просто потому, что они уже всего в своей жизни, связанного с текстом, перепробовали, и им теперь хочется пописать витиеват. В общем, по Ильяхову делайте акцент на смысловом контексте, а не на красочных описаниях. Текст в первую очередь должен содержать полезные факты, должен содержать призыв к действию, должен содержать, кроме того, что полезные, еще и понятные факты. У Ильяхова есть огромное количество выступлений, связанных с текстом. Если вы еще после обзора не решите, стоит ли вам читать книгу или нет, то я рекомендую посмотреть несколько выступлений, связанных вот как раз с фактажом, и с тем, как правильно его доносить в текстах, и как правильно вокруг фактажа наращивать эмоциональную часть. В книге огромное количество примеров неудачных предложений, как строится неудачный текст, и аналогии к ним, как делать это удачно. Ну и, в общем-то, оценку смысловой нагрузки и витиеватости вашего текста, который вы пишете, можете регулярно проверять как раз с помощью сервиса, который создал Максим Главред. Он находится по адресу Главред, и даже в этом есть нотка какая-то сокращения, Главред.ру. Вот, и там, если будете делать это регулярно, сможете оценивать, прогрессируете вы в своем умении писать понятные тексты или регрессируете. Одна из основных задач, которую нужно закрыть для того, чтобы писать понятные тексты, нужно уметь упрощать. Это, кстати, один из основных принципов оценки по Главреду, простота изложения. Ильяхов и Сарычева говорят, что профессиональный автор способен описать сложные вещи понятным языком. Это вот, собственно, то, что и отличает автора хорошего текста от автора не очень хорошего текста. Сложные вещи должны быть описаны простым языком, минимально используются при этом узкоспециализированные термины. И, ну, в принципе, вы тоже, там у нас будет один из фактов, вы должны понимать, для кого вы пишете, потому что вот это вот количество технической лексики или количество узкоспециализированных терминов, оно допустимо, но вы при этом должны отталкиваться от той аудитории, для которой вы пишете. То есть, если вы пишете для подготовленной аудитории, которая очень профессионально погружена в тематику, то, да, вы можете там добавить какое-то количество непонятных терминов. Если вы пишете это как ознакомительный текст для онбординга, для того, чтобы только-только привлечь клиента и познакомить со своим продуктом, то чем проще он будет написан, чем короче будут предложения, чем меньше будет узкоспециализированных терминов, тем будет лучше. Математические расчеты всегда лучше заменить простыми понятиями. И, ну, вообще, строго говоря, для меня вот одна из основных мыслей, и она как раз в этом и заключалась в книге, что, ну, это бритва Акама. Если вы слышали про неё когда-нибудь, то поймёте, о чём сейчас идёт речь. Если нет, можете поставить на паузу обзор, погуглить. Бритва Акама положена в стержневой смысл этой книги. Она была сформулирована задолго до Ильяхова, там, монахом-францисканцем, где-то около, наверное, 7-8 веков назад. И её суть заключается в том, что нужно отсекать всё лишнее. И, в общем-то, интерпретация этой бритвы, она так или иначе периодически возникает в нашей жизни. Там, кто не слышал поговорку, лишнее говорить только себе вредить. Или у Кастанеды есть тоже принципы сталкинга, которые базируются как раз на том, что нужно убрать всё лишнее. В общем, сделать сложно очень просто, а вот просто сделать совсем непросто. для того, чтобы получилось, ставьте себя на место того, кто читает, и меняйтесь периодически с ним местами. Что он хочет узнать? В чём польза вашего текста? Насколько читатель подготовлен к тому, что вы будете разговаривать с ним в витиеватой манере, в панибратской манере, в манере эмоционального изложения к приятелю в Телеграме. И, в общем-то, вы после того, как выберете стилистику и всё-всё-всё, вы должны понимать, что основная часть, которая как бы предшествует этому, дайте читателю уверенность в том, что вы понимаете его потребности. Дайте читателю уверенность в том, что вам интересна эта тема, что вы вместе с ним её проживаете, а вам не просто заплатили посимвольно или, не дай бог, ещё хуже, вы там секретарь наставки, а вам просто поставили задачу написать такой текст. Если автору неинтересна тема, то она, как правило, это найдёт своё отображение, в общем-то, и в стиле изложения, и потом в конечном итоге вовлечении читателя. Ваш продукт или услугу текст должен отвечать на два основных вызова. Он должен быть полезным, и он должен выстраивать эмоциональную связь между вами и тем, кто читает. Как выстроить эмоциональную связь между читателем и текстом, если вы сами пишете его из-под палки и только побыстрее, чтобы его сдать? Это невозможно. И именно поэтому, ну, минимально текст должен быть понятным, но и вы должны его, конечно, пережить в том числе, пропустить через себя. Для того, чтобы определить понятность текста, как вот этот молодой человек, читайте всё, что вы пишете вслух. Таким образом, вам станет ясно, есть ли перегруженные конструкции, непонятные моменты, теряете ли вы мысль в процессе того, как вы читаете этот текст. И плохо звучащая фраза или то, за что вы цепляетесь в процессе вот этого вот прочтения вслух, вы просто исправляете. Ильяхов и Царчева рекомендуют избегать абстрактных мыслей, рекомендуют вот не растекаться мыслью по древу, как я это делаю сейчас я, а достаточно сухо и фактажно изложить основные моменты, прочитать текст вслух, проверить его аналогичность и упорядоченность, а потом уже нарастить вокруг него эмоциональную какую-то составляющую. И получится так, что у вас выйдет хороший рассказ, который звучит плавно, размеренно, и самое главное, чтобы в конце не оставалось никакой недосказанности, ну в том смысле, что вы, конечно, можете делать многосерийные тексты, но важно довести одну мысль какую-то, которая идет сквозь весь текст, до логического завершения. Помогут вам в этом в том числе примеры и сравнения. Мы все очень любим истории, сторителлинг это вообще одна из самых, наверное, модных фишек у людей, которые профессионально занимаются текстами последние 5-6 лет, может быть, даже уже больше. Мы с детства читаем сказки, мы потом читаем книги художественные, в которых всегда рассказываются истории. И мы с детства привыкаем к тому, что нам рассказывают интересные истории. А когда мы сталкиваемся с корпоративными текстами, там никто не рассказывает истории. Там все говорят про лучшие в мире глубинные насосы, которые лучшие в мире, потому что никто не делает лучше эти насосы, чем мы. И конец. Все. Дальше контакты. То есть никакой истории нет, и поэтому нам становится неинтересно. Мы к таким текстам прибегаем только по крайней нужде, когда у нас уже сформировался запрос на покупку. Увлекайте читателя реальными примерами из жизни. Рассказывайте истории. Не бойтесь описывать себя в бизнесе. И не бойтесь описывать бизнес в себе. Говорите о переживаниях. Говорите о том, на какие жизненные ситуации повлиял тот или иной товар, который вы производите. Какие последствия они повлекли. В общем, вот все такие стори-теллинговые и старинные тексты, они, во-первых, привлекают внимание, они дают возможность показать преимущество товара-услуг на практике, не какой-то оторванный в действительности абстрактный текст про лучшие в мире насосы, а вот то, как они, эти самые насосы, помогли конкретному Ивану Ивановичу, у которого остановилось производство, и до краха бизнеса всей его жизни оставались считанные часы, но успели вовремя приехать и заменить, и устранили течь, и все стало хорошо. В общем, чем больше примеров и сравнений будет у вас в тексте, чем больше он будет эмоциональный, чем больше там будет истории, тем будет лучше. Это в самой книге очень четко прослеживается, огромное количество примеров, огромное количество сравнений, как хороших, так и плохих, в том смысле, как делать не нужно. Три тройки. Это одно из моих нескромных, таких любимых правил, которые я сам для себя сформулировал, периодически про него там всем заявляю. Это три секунды, три минуты, три дня. Три секунды на то, чтобы пролистывая ленту обратить внимание на заголовок, три минуты, чтобы быстро просмотреть новость или быстро прочитать текст, и три дня на то, чтобы абсолютнейшим образом его забыть, если не найти никаких отсылок к этому тексту еще за эти три дня, или там не погрузиться в эту тему чуть глубже. Так вот, за первые три секунды, за то, чтобы зацепить человека, за то, чтобы дальше украсть у него три минуты и заинтересовать его на три дня, отвечает яркий заголовок. Ильяхов Исарычева со мной согласны в этом смысле, что хороший заголовок играет решающую роль и гарантирует 90% успеха. Каким бы ни был крутым текст, если в первые 20% времени, когда человек начал его читать, он никак этот текст не зацепит, то скорее всего в сегодняшнем мире человек дальше проскроллит ленту или где он там это читает, проскроллит письмо, выйдет из Инстаграма, перейдет на другой аккаунт, и вы никак уже не сможете с ним повзаимодействовать. Встречают по одежке, провожают, как говорится, по уму, поэтому вот эта самая одежка, тот самый заголовок. И вот основная задача заинтересовать и привлечь внимание. В заголовке мотив к прочтению основного текста, но при этом не выбивайте его из стиля, не отрывайте от тематики повествования, в общем, не меняйте суть в угоду форме, чтобы все положить на алтарь того, чтобы заголовок был прочитан, а текст окажется опять вот про нудные глубинные насосы без всяких там Наташ Королев и то, как вся страна ахнула, когда узнала, что она пьет на самом деле, что вы вынесли в заголовок, чтобы привлечь внимание. Яркий заголовок должен быть обязательно, но он должен быть в стилистике общего текста и должен ответить на вопрос заинтересованности и привлечения внимания. Объясняйте сложные понятия пошагово от частного к общему. Есть, наверняка, знаете, что есть индуктивные методы, а есть дедуктивные методы. Дедуктивные – это когда вы движетесь от общей картинки к какому-то частному факту, а индуктивный метод как раз наоборот. Вы движетесь от маленького частного факта к общей картине. Ильяхов говорит о том, что это и есть одно из самых главных правил создания вкусного текста. Рассказ начинается конструктивными тезисами, раскрывающими простые истины про какой-то конкретный факт или про какую-то одну конкретную сторону продукта или услуги и перетекает в общие факты, в обобщение нескольких фактов и движется по сути от простого к сложному. Такая структура, она завлекает пользователя и как бы вынуждает его дочитать текст до конца. В том смысле, что сложность как слоеный пирог наваливается со временем, а не сразу вам вынесли сложный текст, в котором вы должны разобраться, чего, куда, кто кому хотел сказать. В индуктивный метод можно, кстати, добавить то, что Ильяха говорит, что одно предложение должно содержать одну завершенную мысль. Ни две, ни три, ни четыре. Не пытайтесь охватить в одном предложении несколько основных идей и сразу быстро их донести. Ну и, конечно же, решайте проблему. Или боли, как это сейчас модно говорить. Никто не читает просто так. Это факт. Если вы не пишете художественную литературу, если у вас не очень интересные женские романы, или вы не Биг Бедер, вас не будут читать просто так, вас будут читать только по нужде. Поэтому вы должны быть полезными. Текст должен быть полезным, факты должны быть полезными, да и, в конце концов, история, которую вы расскажете, должна быть с какой-то моралью, и она должна быть точно так же полезной. Выгоды ставьте в первой половине статьи, потом раскрывайте тему подробней, указывайте примеры использования, рассказывайте историю и предлагайте товары или услуги. Основная задача статьи – решить проблему клиента. Это как вы это сделаете, вы можете выбрать уже там разными способами. Слишком эмоциональным, не слишком эмоциональным – это, в общем-то, ваш выбор, но любой текст – это решение какое-то конкретное и по возможности какой-то одной проблемы, для того, чтобы вы не запутались в этих проблемах, не начали решать все сразу, ничего не решив. Закончили текст и, в общем-то, закончили с вниманием потенциального клиента к вам, потеряли его навсегда и ушли. Уважительное отношение. Ну, я бы сейчас уже, наверное, вот переформулировал этот слайд на неуважительное, а не неуважительное, а на, в общем-то, симметричное отношение. Текст отображает отношение автора к читателю. Поэтому на каком языке вы хотите разговаривать с вашим читателем, таким и должен быть текст. И Лехов говорит, что это должен быть дружественный и уважительный тон. Мне же кажется, что иногда бывают случаи, когда для большего эмоционального градуса вы можете пойти на симметричное общение, то есть говорить на том языке, на котором разговаривает ваша целевая группа. Может быть, это не всегда будет дружественный или уважительный тон. Может быть, иногда вам нужно будет позлить на ваших потенциальных клиентов, для того, чтобы вывести из них какую-то эмоцию, позволяющую вам дальше с ней работать и, в общем-то, достигать необходимого результата. Но Лехов говорит, что пренебрежительный, высокомерный тон, он, как правило, будет отталкивать. Поэтому лучше оставаться друзьями с тем, кто вас читает, вне зависимости от того, это один человек или это 100 тысяч человек, знаете вы их поименно или не знаете вообще никого. В общем-то, относитесь уважительно и все будет хорошо. Это очень быстрые 10 фактов. Можно было бы записать еще несколько выпусков, но основное то, что я хотел донести, это история про то, что сделать просто, как правило, сложно. История про то, что нужно всегда стараться отсекать все лишнее. Я вот когда выпадает оказия поработать с текстами, я всегда их вычитываю раза 3-4 с одним необходимым условием. Каждое вычитывание должно сокращать текст ну там на какое-то условное количество процентов. 3, 5, 10. И всегда от этого текст только выигрывает. Поэтому в этом плане я очень разделяю тезис про бритву акамы, про отсекание всего лишнего. Я согласен с тем, что эмоциональная связь, она чаще всего и лучше всего выстраивается с торитейлингом. И я согласен с тем, что фактаж, он первоочереден. Нужно только уметь связать факты, которые вы знаете, про свой товар, продукт или услугу, с вашими потенциальными клиентами и с тем, с какими болями или проблемами они к вам пришли. Таким был Максим Ильяхов, такой была Людмила Сарычева и такой была книга «Пиши, сокращай». Три задачи. Если вы слушаете обзор впервые, то не знаете, что все задачи мы, как правило, записываем в букнот. Это такой блокнот для осознанного чтения. Мы его придумали в «Читай быстро». Он подготовлен для того, чтобы вы могли выписывать в него основные факты, задачи. И на каждой странице, если вы сейчас посмотрите на слайд, на третьей фотографии слева можно увидеть, что на каждой странице внизу есть какой-то совет по скорочтению. На 100 страницах в этом блокноте они разные. То есть попутно выписывая какие-то тезисы из книги, вы еще можете прокачать чуть-чуть навыки по скорочтению. Удобно в том смысле, что позволяет структурировать мысли из книги и позволяет выписать не только основные факты, но и задачи, которые вы должны сделать после того, как прочтете книгу, для того, чтобы эта книга принесла вам максимальную пользу. Это делать можно не только в букноте, это можно делать где угодно, в тетради, в телефоне, на обоих дома, но главное делать, потому что, ну в общем, если вы начнете это делать, вы увидите, насколько полезнее станут для вас книги, которые вы читаете. Мои три задачи. Регулярно проверять тексты с помощью главреда, главред.ру, особенно тексты писем я себе вынес. Вот мне очень хочется сделать, в общем, мы об этом отдельно, наверное, поговорим в новых правилах деловой переписки, когда будем разбирать эту книгу Максима и Людмилы. Вторая задача, обязательно пройти курс по сторителлингу и тоже в этом направлении, связанном со сторителлингом, регулярно прокачиваться, собирать там себе в закладке примеры текстов, которые меня вдохновляют и которые я считаю хорошими, и, в общем-то, как-то пытаться адаптировать их, красть как художник и пытаться адаптировать их к моим каким-то задачам. И третья задача, которую я подчеркнул двумя красными линиями, это писать, сокращать. Это история про 10 тысяч часов, это история про то, что если вы хотите действительно создавать клевые тексты, то вам придется налетать вот эти 10 тысяч часов практики, потому что какой бы ни была хорошая книга, как бы интересно и увлекательно Максим и Людмила не рассказывали про правила, письма и сокращения, до тех пор, пока у вас не будет практики, ничего не случится. Это был проект «Читай быстро» буква.инфо. Мы проверяем скорость и осознанность чтения, выдаем сертификаты, вы читаете тексты, задаем вам вопросы, вы на них отвечаете, получаете коэффициент осмысленности, и мы вам выдаем сертификаты. Можно это сделать по адресу буква.инфо.инфо. подписывайтесь на канал, как всегда, палец вверх, комментарий, колокольчик, лайк, комментарий, лайк, колокольчик, все то, зачем вы обычно приходите на YouTube. У нас есть блокнот для осознанного чтения, у нас есть рабочие тетради, у нас есть обзоры других книг, которые вы можете почитать на блоге буква.инфо.инфо.блог, или на этом канале, поискать их в формате «10 фактов, три задачи». Есть еще инстаграм, буква.инфо. Мы там не так давно, по-моему, разыгрывали книгу, кстати, эту «Пиши, сокращай», а сейчас перед Новым годом, наверное, разыграем еще и букнот. Поэтому приходите, там иногда бывает весело, и там мы тоже обмениваемся фоточками и лайкаем друг друга. Спасибо, что дослушали, досмотрели, дотерпели, дождались до конца. Пусть впереди будет хороший день, пусть будут красивые эмоциональные тексты, выходить из-под вашего пера, клавиатуры и кнопочек. Пусть рядом будет больше красивых, приятных и хороших людей. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.